Друзья, всем привет! Это новая Mazda 3, которая наконец-таки полноценно доехала до России. Автомобиль в открытой продаже, у всех официальных дилеров появились версии для тест-драйва. И знаете, что я вам скажу? Вы все прекрасно знаете, что уже полгода как на нее ходят обзоры по интернету, потому что журналисты с Украины, журналисты с России ездили, посещали мероприятия, знакомились с автомобилями, рассказывали нам о ней. Я зашел их посмотреть для того, чтобы почитать комментарии, что же люди пишут о машине. В тот же момент я слушал эти обзоры и понял так, что это идеальная тачка, у нее нет минусов, она рвется в премиум, вообще крутая машина. Но сегодня мы, взяв ее на тест, покатавшись два часика, я, честно говоря, немножко даже приуныл. Давайте начнем с цены в первую очередь. Самая простая версия с мотором полтора литра и механической коробкой передач стоит 1 миллион 490 тысяч рублей. Эта версия разгоняется до первой сотни за 1,3 секунд. Такая же версия с автоматической коробкой передач в максимально возможной комплектации с дополнительным пакетом будет стоить практически 1 миллион 800 тысяч рублей. Для нас привезли версию двухлитровую. Самая простая стоит 1 миллион 680 тысяч рублей и самая продвинутая стоит 1 миллион 760 тысяч рублей. При этом вот эта самая продвинутая версия будет обделена ряда функций, которые есть в этом автомобиле в дополнительном пакете. Присаживайтесь поудобнее, я вас сегодня хочу кратненько, но детально познакомить с этим автомобилем. С другой стороны, я владелец бывшей Mazda 6, я лояльно отношусь к бренду, но тем не менее я заметил у этого автомобиля достаточное количество минусов. Присаживайтесь, мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Обращаю ваше внимание, что в нашем случае версия полтора литра, естественно, в максимальной комплектации с дополнительным пакетом автомобиль дилерский. Вот посмотрите, пожалуйста, на автомобиль. Несмотря на то, что хэтчбэк, по сути, кузов узнаваемый, естественно, появились доработки, изменения, которые говорят о том, что этот автомобиль новый. Когда ты смотришь на нее, он реально как-то в глаза бросается по-новому. Возможно, это мне бросается, потому что я владелец бывшей Mazda, то есть я бренд узнаю, но здоровая решетка радиатора, бампер, характерное отличие для этого хэтчбэка, фары, они стали другими, то есть у них появился такой более злой прищур. Если мы зайдем на официальный сайт, конечно же, там будет расписано о том, что автомобиль, хищник, взгляд в будущее, технологии. В общем, компания пытается зайти сейчас в премиум, чтобы зарабатывать больше денежек. Никому не надо нам рассказывать другого, что мы стараемся сделать лучше, мы стараемся заработать больше. Надо говорить прямо. При этом, отталкиваясь от цены 1,8 млн, давайте сразу по ходу говорить, что мы получим за эти деньги. В первую очередь оптика, диодная оптика, полноценная диодная оптика, то есть когда вы будете включать поворотники, все у вас диодное. В более простых версиях здесь будут стоять местами даже лампочки. Оптика реально крутая, она адаптивная, она умная, когда вы будете ехать в вечернее время, вы действительно кайфанете. Колеса у нас стоят 18-е, передняя подвеска идет типа Макферсон, задняя подвеска идет балка, она какая-то там переработанная. Клиренс у автомобиля 135 мм. Когда мы покатались на автомобиле, когда ты едешь по разбитым участкам дороги, реально машина стала более мягкой. С одной стороны, это минус, потому что эта машина всегда позиционировалась как спортивная машинка, чтобы на ней можно было погонять. С другой же стороны, когда речь идет о моторе 1,5 литра, который разгоняется до первой сотни за 12,4 секунды, правильно будет, конечно же, требовать от машины больше комфорта, нежели чем чего-то там динамичного и драйвового. Друзья, вот смотрите, мы идем в премиум, казалось бы, мы идем в премиум, у нас крутая оптика, у нас много функций по автомобилю, там активный круиз-контроль, в общем, много чего есть. При этом все так же остается палка, у него-то непонятно, почему так происходит. Мотор нам всем знакомый, 1,5 литра и 2 литра, два мотора, которые доступны для нашей страны. 120 сил и 2-литровый 150 сил. 2-литровый будет разгоняться в паре с автоматической коробкой передач за первой сотни за 9,3 секунд. Какие еще моторы есть? Есть 1,8 дизельный, для нашей страны он недоступен. И есть новый 2-литровый мотор X. Что он из себя представляет? Вот кратко вам скажу, по заявлениям, он 2-литровый будет выдавать мощности как 2,5 литра, при этом он будет жрать как 1,5 литровый мотор. В описаниях я смотрел то, что есть и 2,5 литра для этих версий, есть и полноприводные версии. В общем, по миру автомобили будут гулять в разных комплектациях. Есть более богатые комплектации с кожными салонами. У нас же, отмечаю наперед, просто тряпочный салон. Что здесь говорить? Мотор нам всем давным-давно известен. Я могу сказать одно, что мотор здесь действительно надежный. При должном обслуживании хороший бензин, хорошее масло, регулярно все это меняешь, никаких проблем с ним не будет. Хотя, когда я в 2015 году покупал Skyactiv 2-литровый, мне так говорили, что это говно, все это взорвется, сломается. Сегодня люди уже больше 200 тысяч км на них проехали. Таким образом, мы здесь сразу подводим итог. Если вы все-таки рассматриваете этот автомобиль для покупки, 1,5-2 литра, с точки зрения надежности, ну давайте до 200 тысяч без проблем, откатайтесь, ничего с ним не случится. Что будет дальше? Я думаю, вы, как первый владелец, об этом уже задумываться не будете. Работает наш автомобиль в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передачей. Коробка передачи у меня тоже была 6-ступенчатой. Я могу сказать одно, что в последнее время, за последний год мне все чаще пишут о том, что нагнулась коробка. Не повально. То есть, из 100 человек, я бы сказал так, что человек 7-8 пишут о том, что столкнулся с проблемой с коробкой. Даже мой сосед, который покупал Мазду 6, глядя на меня, сказал, блин, прикольная тачка, тоже я такую хочу. Продал ее, потому что она ему надоела постоянными поломками. Вот именно автомат. Приезжает к дилеру, никто ничего решить не может. В остальном же, в подкапотном пространстве, ничего нового, ничего удивительного здесь нет. Хотя автомобиль, в принципе, интересный с точки зрения технологии. Но вот этот моторчик, 1,5 литра, откровенно дохленький. Таким образом, здесь мы останавливаться не будем. Для нашей страны два мотора. Ничего более, ничего нового. Я подчеркиваю как минус, что за эти деньги, миллион восемьсот, я думаю, многие из нас хотели бы увидеть под капотом этого автомобиля новый мотор двухлитровый, который технологичный, который экономичный, который более мощный. К плюсу автомобиля однозначно можно отнести его внешний вид. Вот если посмотреть на него в целом, понимаете, вот все вот эти элементы, которые скрываются там, глянец. Глянец на дисках. Здесь идет у нас пластик обычный матовый. То есть, в целом, когда ты на автомобиль смотришь, да, он симпатичен. То есть, вот в этом у Мазды, конечно, огромный плюс. Ты покупая автомобили, смотришь на них, блин, ну крутые тачки. Задняя часть автомобиля тоже симпатичная. Фонари красивые. 135 миллиметров дорожного просвета. Ну, кому этот автомобиль подают однозначно? Жителям, кто живет в крупных городах, где чистят снег. У нас передний привод, само собой. Есть, подчеркиваю, версии с полным приводом. Но нам их не привозят в силу того, что для нас это будет очень дорого. И многие апеллируют всегда тем, что это же японская сборка. Что вы хотели? Ведь там пошлина, акцизы, ввоз. Это все нужно делать, за это все нужно платить. Это все ложится на наши плечи. Друзья, я вам открою такую тайну, если, возможно, вы ее не знали. Помните CX-9? Когда их только привезли в Россию, они тоже были изначально японской сборки. Тогда я лично говорил, что смотрите, дорогая комплектация стоит 3-3 миллиона 100 тысяч рублей. Вот если мы сейчас дождемся, когда их начнут собирать в России, тогда ценник упадет. Эти автомобили CX-9 уже давным-давно собирают в России. Но при этом цены никак не упали. Конечно же, дилеры, апеллируя этим, могут сделать вам дополнительную скидку. Минимально, что я слышал, там жирная комплектация CX-9 уходила за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Но это с учетом скидок, это с учетом того, что автомобиль 2018 года. То же самое здесь. Говорить и ждать о том, что вот когда придут в Россию их собирать, они станут дешевле. Ничего дешевле не станет 100%. При этом многие скажут, вот если это японская сборка, то это лучше. Друзья, вот честное слово, уверен, кто-то в меня кинет камнем, даст мне пинка под жопу. Но я с этим полностью не согласен. У меня была Мазда нашей сборки. Никаких проблем по машине не было. Вот с точки зрения там скрипов, сборки по салону, сборка идет крупноузловая. Многие автомобили в нашей стране уже давным-давно собираются. Люди ездят, проблем не знают. То есть все вот эти косяки, которые происходят там с узлами, это больше заводской брак, нежели чем сборка. Потому что в нашей стране, например, если там будет полностью крупная сборка идти, никто мотор руками собирать не будет. Вот эта сборка японская, она тупо влияет на цену. Но если бы этот автомобиль был сделан для внутреннего рынка с правым рулем, тогда, конечно, он был бы богаче и все остальное. Но в этом плане больше сборку эту можно на сегодняшний день не знать нести как минус. Но кто из вас готов переплачивать больше денег за то, что это японец? Напишите, пожалуйста, комментарий. При этом все те, кто хотят купить автомобиль как драйвовый, ну давайте будем объективны, 2 литра 9,3 секунды. Атмосферный мотор. Да ты замучаешься его там что-то чиповать, переделать, искать себе колеса полегче, чтобы ты поехал 8 секунд. А на сегодняшний день 8 секунд, да это ни о чем. Купил себе Skoda Octavia, допустим, 1.8, носишься, гоняешься, пожалуйста. За 1.800.000 действительно есть что выбрать. Подвеску, ходовую часть автомобиля переделали. Ее на основании это сделали более такой комфортной. То есть, что они хотят сделать? Они хотят конкурировать с Mercedes-ми А-класса. Я, честно говоря, его не тестировал. Обязательно надо это сделать. Посмотреть, что же там за конкурент такой. Присаживаемся в автомобиль. Чтобы запустить нам мотор, мы не можем просто нажать на кнопочку. Нам нужно взять ключ и прямо близко его поднести. Короче, чуть ли не ключом нажать на кнопку старт-стоп. Вот что я вам хочу сказать. Когда мы сейчас завели автомобиль, характерная особенность мотора в Skyactiv, то, что по кузову вообще идет сильная вибрация. Давайте покажем, как вообще мотор работает на холостых оборотах. Вибрирует сам мотор. И вы скажете, ну это нормально. Да, нормально. Но у Mazda почему-то эта вибрация переходит полностью даже в кузов. Вот пойдемте, я вам покажу. Вот обратите внимание, куда вставляется ремень безопасности. Видите, он ходит. Вот сейчас я его остановил. Отпускаю, он вибрирует. При этом, если вы посмотрите по автомобилю, на некоторых местах, даже когда вот сидишь, смотришь, и сидение вибрирует. К чему я вам это отмечаю? А вы скажете, да это мелочь, но на самом деле, с точки зрения владения автомобилем, это нифига не мелочь. Мне писали сотни человек, кто купил только-только новую Mazda 6, и говорят, блин, а что за фигня? Вся тачка вибрирует, люди боятся, думают, что это заводской брак. Хотя вот это характерная нормальная работа двигателей. То, что вибрации есть, ничего страшного, вы к этому в ближайшее время привыкнете. Доработана шумоизоляция. Тише стало от стекол. Они стали действительно толще, но вот я владею сейчас BMW 5 2016 года. Ни в коем случае не пытаюсь сравнивать эту машину с BMW 5. Я ездил на разных немецких автомобилях. Я вам скажу одно, даже вот тот же самый Lexus ES, когда ты закрываешь стекло, вот этот звук, он гораздо там тише и приятнее. Вы просто вслушайтесь, как он у нас закрывается. То есть, прям этот фук, в нормальных машинах он закрывается тихо. То есть, ты закрыл, все, чик, он туда зашел. Мелочь, ну пусть это будет мелочь, но это присутствует. Вот смотри, показывай дальше. Сам по себе интерьер автомобиля. Вот эта часть, да, с одной стороны крутая. Ну, приятный руль, реально. Садишься за него, берешься. Блин, руль действительно крутой. То есть, кнопки, эргономика, все это приятно трогать. С левой стороны все аккуратненько сделано. То есть, мне нравится вот этот стиль. При этом, смотрите, милем 800, подчеркиваю. Кнопка старт-стоп, которой ты будешь пользоваться каждый день. Они просто тупо сэкономили на хроме. Вот это мелочь. Это ничего такого. Машина от этого хуже не поедет. Но это есть. То есть, понимаете, все кроется в мелочах. Вот опять же, покажи вот эту часть. Да, они везде сделали глянец. Глянец это классно, глянец это красиво. Но когда идет такое сочетание, глянец, кожа, строчка красивая, хромированная деталь и при этом тряпка. Ну, что это за бред? Ну, то есть, понимаешь, если вы хотите сделать крутое, блин, ну, дайте возможность хотя бы вот, знаете, за 2 миллиона привезите машину, чтобы она была действительно машина. Что человек, который захочет ее купить, а эту машину, понимаете, вот многие скажут, да ее никто не будет покупать. Я с вами полностью согласен. Огромных продаж у этого автомобиля никогда не будет. Тем не менее, человек, которому она понравится по дизайну, какой-то молодой там парень, возможно, он будет уникален по-своему. Он сядет в этот автомобиль, он будет там, если где-то в области он живет, это будет, возможно, единственная машина в городе. И все будут знать, что это вот там Санька там, Саня поехал на Мазде. Ее можно доработать, сделать там легкий стайлинг. То есть, люди, кто с чувством вкуса, они могут сделать машину, она вообще будет крутая по внешнему виду. Но при этом ему придется людям рассказывать о том, что у него тачка там за миллион восемьсот, а сиденья у него тканевые. То есть, это нужно все переделать, дорабатывать. Я не понимаю, почему так происходит. Хотя по миру гуляет нормальная комплектация, там и светлая кожа, и другого цвета. По укомплектованности я вам не буду перечислять, что здесь есть. Здесь есть действительно много всего. Вы можете зайти на официальный сайт, все детально изучить. Но прямо вот чего-то такого, знаешь, нано здесь, конечно же, нет. Все функции нам, как вот людям, кто интересуется автомобилем, давно известны. Что они сделали? Они перерисовали салон автомобиля. Ты садишься, он удобный, он симпатичный. Но как-то это сделано, знаешь, вот в первую очередь вот до этой части. Вот обратите внимание, притопленный дисплей. На самом деле дисплей такой, знаешь, как бы выглядит как будто из будущего, но как-то графика, она четкая. То есть, все читается очень круто, ты садишься, действительно классно. Но ничего нету. То есть, во-первых, он сам по себе очень маленький. Вот эта форма, он, грубо говоря, здесь процентов 30. Это тупо пластика, которую можно было бы откинуть. Но это нормально, так делают многие производители. Чего-то вам показать здесь я не могу. То есть, здесь есть настройки с системным автомобилем, которые вы раз в жизни выстроите, все, вы больше делать ничего не будете. Вот эта строчка, все симпатично сделано. Вот эта часть, там, управление климат-контролем на любителя. То есть, кто-то скажет, красиво, некрасиво. Мне, знаете, скажем, нейтрально. Здесь у нас заглушка, вот это вообще я не понял, зачем это сделано, для флешки. Чего, нельзя было убрать все это в подлокотник, как это сделано у вас всегда было. Но это же круче. Вот, смотрите, пожалуйста, здоровый подлокотник, он сдвигается. Здесь есть и прикуриватель, и SD-карта. Вот SD-карта у Mazda до сих пор стоит 36 тысяч рублей. Вы представляете? Когда на рынке, там, мошенники продают их условно по 5-4 тысячи рублей. Но, тем не менее, цена только на нее растет. Вот опять же, смотрите, сборка. Вот показывай. Вот мы поднимаем подлокотник, убираем тряпочку, которая здесь просто лежит. Она даже не приклеена, ничего. Ну, наверное, это правильно, чтобы мыть было. Вот тут, пожалуйста, болты, все это есть. То есть, знаешь, мне иногда кажется, то, что это должно быть сделано более гармонично, так, чтобы никаких вот этих болтов видно не было. Опускаем подлокотник. Он большой, он стал больше. То есть, раньше все жалости, то, что он маленький, хотя я этого никогда не замечал за собой. Тем не менее, глянец идет огромное количество. Глянец плюс, понимаете, пластик вот этот, он дешевый, он обычный пластик. Вот хотелось бы здесь видеть чего-то, какой-нибудь, знаешь, там, алюминий. Ну, вы поймите правильно, я не пытаюсь придираться к этим мелочам. Просто эти мелочи, они имеют решающее значение. Селектор, переключение, передач, все здорово. Но при этом, знаешь, ну, как-то так слишком просто, что ли, получается. Два подстаканника стоит, и дальше идет большая яма у нас. Просто для того, чтобы мы могли что-то положить. А вот дальше, когда мы смотрим на автомобиль со стороны пассажира, но вот это, на самом деле, такое ощущение, как будто, знаешь, надо было уже машину сдавать, не успели додумать, доработать. Вот эта часть, так это все убого сделано. Это просто заглушка. То есть, это дефлектора, они открываются, чтобы его закрыть до конца. То есть, нужно додавить вот этот звук, который, знаешь, многие скажут, о, приятный звук. Факт в том, что вот эта часть вообще как-то несуразно смотрится. Особенно, когда человек рядом садится, ну, не знаю. Водительское сиденье у нас с памятью, пассажирское сиденье у нас обычное, механическое. Автомобиль идет с черным потолком. При этом, по миру, как я вам сказал, гуляют машины гораздо более укомплектованные. Вы знаете, когда я сижу в автомобиле, ну, вот местами, да, есть с чем угол глазу зацепиться, вот в деталях здорово. Но в целом, там, прям такого, чтобы я, знаешь, сел, он сказал, вау, парни, вот это прям крутяк. Ну, я не могу. Вот напишите ваше мнение в комментариях. Автомобиль у нас весит тонну 350. Когда его закрываешь, знаешь, маленькая машинка, то есть она вся шатается. Но это нормально, потому что не тяжелая. Доработали шумоизоляцию путем, там, доработки кузова. То есть я прям детально вам не могу сказать, но они там говорят, что слоями, с металлом они работали, динамики они по-другому выставляли. Вот пространство сзади. То есть хэтчбэк, смотри, он низкий, маленький, небольшой автомобильчик. Для кого место сзади? Ну, исключительно либо для детей, либо для человека. Вот я ростом метр восемьдесят шесть. Присаживаюсь сам за собой. Сел. И здесь я вам скажу так, что с одной стороны, можно сказать, тесновато, да, потому что я не могу ноги вот так поставить. То есть мне нужно сидеть полностью вот так. То есть какая-то кочка, я сразу головой ударюсь. Но если я сяду, расслаблюсь и закрою дверь, вот эта часть продумана. То есть она мягкая. Здесь мягко. Ты садишь, у тебя есть подлокотничек, поставил там кофе, все, подогревов у нас сзади нету. Есть у нас только возможность стеклоподъемниками открывать окна. Сидишь, в принципе, неплохо. То есть для городского автомобиля ты будешь передвигаться, там, я не знаю, допустим, ты за рулем, жена твоя рядом, либо же, лучше, конечно, жена за рулем, дети тебя там с работы забрали, отвезли домой. То есть ничего прям вау здесь нету. То есть такого, знаешь, ну чем бы удивить, там хотя бы, не знаю, какой-то дефлектор бы поставили, чтобы хоть что-то покрутить. То есть ничего нет. При этом миллион восемьсот. Багажник. Вот смотрите, задняя часть автомобиля, вот это прям реально классно. Вот я смотрю, блин, смотрите, глянцевая часть симпатичная. Почему? То есть если спереди поставить глянец, да, там снизу, то это все будет лететь. Здесь же поинтереснее как-то сделано, доработано. То есть я бы здесь даже бы и не знал бы, что предложить от себя. Сделано круто, фонари красивые. То есть шильдик, там дворник есть. Это все классно. При этом багажник сам по себе небольшой. Можно складывать заднее сидение, поэтому крупногабаритный груз какой-то вы перевезете. Опять же, хэтчбэк этим и славится, то что все удобно. Значит, в багажнике нет ровным счетом вообще больше ничего. То есть как вот в некоторых машинах, что шкребочки, еще какие-то там вспомогательные вещи, ничего нету. Поднимаем мы пол. Докатка лежит. При этом такое ощущение, как будто здесь, наверное, лазил дилер, просто проверяли, может принимали машину. Ну, к шумоизоляции. Вот, тряпка, ковер лежит. То есть открытый металл, лежит ковер. При этом все как-то болтать. Думаешь, ну, если вы делаете премиум, ну, сделайте вы такой уровень, вы же знаете, что сейчас залазят люди, что-то берут, смотрят. Остается все то же самое, как у всех. Вот смотри, да, пожалуйста, тебе кнопочка. Постоянно нажимал, думал, то есть сейчас закроется. Ни хрена, это просто центральный замок для того, чтобы закрыть дверь в багажном. А та кнопочка была центральный замок. То есть мы, получается, сейчас закрыли автомобиль, ключ у нас лежит в машине, у нас закрыто все, закрыт багажник. То есть, понимаешь, ты купил новую тачку, там положил сумку с вещами. Все, я не знаю, как залазить в машину. То есть у нас осталась такая небольшая щелочка. Будем пытаться залазить через нее. Благодаря нашему оператору и его маленькой ручке мы через вот это окно кое-как залезли и вот так вот, знаешь, так нащупали то, что здесь центральный замок, открыли дверь. Поэтому имейте в виду, когда вы купите этот автомобиль и будете его показывать друзьям, ключик из кармана никуда не девайте, он должен быть всегда при вас. Я вам всегда говорю, подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Снимая этот автомобиль, я сделал публикацию, говорю, друзья, ну выскажите ваше мнение. Полтора литра, миллион восемьсот. Подавляющее большинство написали следующее, что автомобиль красивый, внешний, сзади, все классно, но миллион восемьсот, остановите землю, я сойду. Кто-то пишет то, что поймите правильно, это имиджевый автомобиль, он сделан для тех, кто не то, чтобы там дорого, не хватило на шестерку, для тех, кто может себе это позволить. Я бы с этим согласился, если бы за миллион восемьсот мы получали бы хотя бы два литра и комплектация была бы нормальна. Вот посмотрите, у нас машина может распознавать знаки, у нас есть дополнительные радары, которые помогают нам передвигаться в пробке, но при этом я не могу машину открыть, у нас нет бесключевого доступа. Ключи вот здесь. То есть, чтобы мне открыть, вот надо достать, нажать на кнопочку, поднести ключ к старт-стопу, завести автомобиль. Ну, что это такое? Более того, автомобиль, ну, стряпка идет, ну, это вообще просто смех, люди это отмечают. Далее. В салоне она скучная, седан скорее всего поинтереснее будет. Непонятно, зачем нужен полный привод на двухлитровый атмосферник. Ну и ценник пересекается с новой Mazda 6. Действительно, за миллион восемьсот вы можете купить Mazda 6 2 литра в комплектации Supreme Plus, который, по сути, будет более чем достойный. Зачем здесь нужен полный привод? Силу того, что автомобиль низкий, зимой это пригодится сто процентов. Более того, если бы здесь под капотом был бы новый мотор двухлитровый, он был бы куда интереснее с точки зрения динамики. Дим, машинка симпатичная. Зад прям под Альфу Ромео, но цена слишком уж задрана. Мое мнение, визуально она агрессивна, следовательно, и ждать в динамике будут от нее того же. Но, мне кажется, на полтора литра будет огромное огорчение клиентов. Все верно. 12,4 это лучший показатель, которого можно добиться. Соответственно, если сюда сесть втроем, четвером, и сказал, ну, ребята, сейчас я вас прокачу, газку дал, мотор орет очень сильно, когда нажимаешь газ в пол. В общем, комментарии интересные, поэтому подписывайтесь, обязательно на инстаграм-канала каждый тест-драйв, который будем снимать, буду спрашивать ваше мнение и буду его зачитывать. В общем, нам нужно прокатиться с вами. Садимся. Все как обычно, нужно достать ключик. Так, запускаемся. Ну, акцент я сделаю на камере заднего вида. Вот здесь реально оценка 5 баллов. То есть, ты смотришь на камеру, детализация просто бешеная. Стоят камеры и кругового обзора они тоже стали куда лучше. Говорят, что они стали просто-напросто цифровыми, поэтому сигнал передается хорошо. Они динамическая разведка, все есть. В общем, с камеры, она прям угол обзора широкий, парковаться вам будет 100% удобно. Парктроники по кругу тоже есть. Ну, давайте в первую очередь. Мы едем в обычном режиме. Вот, легкие повороты, серпантинная дорога, боковая поддержка работает. Ты сидишь в автомобиле, тебе комфортно. Но я вам скажу так, то, что вот жесткости этому автомобилю стало действительно не хватать, потому что мы покатались уже и на большой скорости, я разгонялся, заходил в подвороты, машина действительно стала более такая, знаешь, мягенькая. То есть, проезжать сейчас какие-то стыки, нам будет комфортнее. При этом, когда мы едем в спокойном режиме, мы не топим, слегка придавливаем педаль газа, вот этих вот полтора литра, ну, хватает. Но если заговорить о том, что я сейчас захочу квадр вануть, вот, легкая горочка, автомобиль вообще не разгоняется. То есть, мы набираем скорость очень вяло. Соответственно, где-то на трассе, на обгон выходить, на этом автомобиле нужно предельно внимательно. Таким образом, полтора литра исключительно для города. Если мы переведем его в режим спорт, ничего не меняется, то есть, просто-напросто автомобиль начинает держать обороты, все как обычно. То есть, быстрее в режиме спорт этот автомобиль не поедет. А вот шума станет больше, потому что, когда мы нажимаем на педаль газа в пол, то есть, крик есть, а толку нет. Хотелось бы, естественно, чтобы она ехала быстрее. Я прекрасно понимаю, друзья, вы скажете, Димон, ну, ты что там, два литра, ну, два литра тоже там, 9,3, что это такое? Для спортивной машинки-то если уж об этом говорить. Два литра новый, либо два с половиной литра и полный привод. Вот это совсем другая история. Но я вам отмечу важный нюанс, что сама компания позиционирует автомобиль теперь больше, как городской автомобиль. Соответственно, что важно в городе? Это важен комфорт, чтобы ты передвигал, чтобы подвеска была помягче. Так оно и есть. Балка, конечно же, нужно ее тестировать, в зимнее время куда-то выехать, на проселочную дорогу, сесть сзади, потому что они говорят, что они ее полностью там переработали, саму конструкцию этой подвески. Но как таковая балка всегда лично меня напрягала, потому что сидишь сзади, жопа будет прыгать. То есть ты сидя за рулем, этого можешь еще не почувствовать. Но вот пассажир твой, там ребенок сидит, он у тебя постоянно будет подлетать. Если бы сидел бы сзади я, то я бы постоянно бился бы об потолок. В силу того, что у нас есть возможность сделать рывок, включаем режим спорт. Включили мы спорт. Так, два, ноль, один. Пошел! Давай, пошел, пошел, давай! 40, 50, 60, 70. Ну, очень вяло. Вот 80 едем, когда дорожное покрытие нормальное, ну, в целом тихо, но все равно появляется шум именно от колес. То есть я бы сказал так, до 80, до 100 километров в городе ты будешь ехать с комфортом, особенно если ты включил музыку. если ты выходишь на трассу свыше 100 километров прям будет тут же появляться гул. Самое главное, то что по кругу, да, по вот этой части, то что мы сейчас разгоняемся, я не слышу шума в ветер, как это, например, было там на Маздах 2015 года выпуска. В целом, сказать то, что шумоизоляция доработана, ну, можно, конечно же, можно, да, действительно, в машине стало комфортнее. Едем по двору, разбитая дорога, еду чуть быстрее, чем нужно, специально, то есть, ну, тихо в машине, пока свеженько, отрабатывает прям все классно, то есть, едешь, не напрягаешься, тук-тук-тук-тук-тук, Когда мы паркуемся назад, у нас прям как в серьезном автомобиле, правое зеркало опускается ниже, чтобы мы могли видеть с вами бордюр, чтобы мы не зацепили автомобиля. Ну, что, друзья, пришло время сделать выводы. А выводы здесь простые. Городской автомобиль, новая Mazda 3 хэтчбэк, и, как говорится, найди отличие, вот рядом с ней стоит седанчик предыдущий на глаза. То есть, чувствуется, да, то, что автомобильчик уже вот этот устаревший, вот это прям посвежее элементы декора, дизайна интерьера, об этом говорят, ну, и экстерьера в том числе. Друзья, ценник, ну, я бы сказал, просто космический для автомобиля от полтора миллиона рублей. Хорошая комплектация, миллион семьсот, миллион восемьсот. За эти деньги действительно можно взять двухлитровую Mazda. И я, поймите правильно, не призываю вас к тому, что не покупайте этот автомобиль. Есть деньги, есть желание на вас полностью устраивать. Берите, будете получать удовольствие. Надежная машина, будете кататься, бед с ней, особых знать не будете. Друзья, вот таким получился у нас обзор. Приглашаю всех вас в комментарии, высказывайте ваше мнение, ставьте лайки, ставьте дизлайки, обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, сделать это очень легко. Мы вас будем удивлять новыми видеороликами. У нас на этом все. До новых встреч, всем пока-пока.